Алексей Козлов представляет Ленин Тристаном родился в 1919 году в Чикаго но в 10-летнем возрасте он ослеп что и наложило определенный отпечаток на всю его дальнейшую карьеру в 1943 году он начинает преподавать музыку в одном из колледжей Нью-Йорка где и организует ансамбль в который входят молодые ценители его новаторских идей таким образом возникает специальная школа Ленин Тристана в 1946 году музыкальный журнал Метроном называет его лучшим пианистом года и он начинает записываться с такими выдающимися музыкантами например как Чарли Паркер в 1949 году он вместе со своими последователями такими как Ликонец, Билли Бауэр или Уорн Марш записывает несколько студийных композиций среди которых выделяются две пьесы «Интуишн» и «Дигрэшн» и вот здесь уже он начинает развивать идею фри-джаза где-то за 10 лет до Орна Токолмана за время своей музыкальной практики Ленин Тристана опубликовал всего три сольных альбома которые критики называют шедеврами с 1951 года и до конца жизни Тристана в основном занимался преподаванием в собственной студии но один раз в 1965 году он все-таки выехал в Европу а последнее его публичное выступление состоялось в 1968 году сейчас я предлагаю посмотреть некоторые фрагменты из выступлений Лени Тристана АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА